Глубоко уважаемые коллеги, я понимаю, что уже далеко за вторую половину работы дня, поэтому благодарю вас за терпение и все-таки постараюсь структурно представить вопрос, который мне сегодня позволили осветить. В той или иной мере мы сегодня, очень многие из нас, кто выступал здесь, говорим о неодевантной химиотерапии, хотя если обратиться к истории вопроса, и то, что только что говорил до меня Вячеслав Владимирович, в принципе, первоначально, конечно же, предоперационная, неодевантная, индукционная химиотерапия, она была больше предназначена для пациентов, имеющих значительно большую распространенность опухолевого процесса. Тем не менее, на сегодняшний день, когда мы говорим об операбельном раке молочной железы, конечно же, мы в первую очередь говорим о том, что этим пациентам пока относится к использованию мультимодального подхода, и в этом отношении системная химиотерапия – это значимая опция лечения. Несмотря на все эти знания, каждый раз, когда мы сталкиваемся с такой клинической ситуацией, мы очень должны задуматься на том, как правильно определить тактику лечения у больных с операбельной формой рака молочной железы, что, когда, у кого, как длительно, и, в общем-то, с чего начинать. Ну, если говорить схематично, то, конечно, когда мы говорим об операбельном раке молочной железы, мы должны в первую очередь понять целесообразность проведения предоперационной химиотерапии, поскольку, конечно, она расширяет возможности выполнения органосохраняющей операции, и вообще мы на сегодняшний день, когда говорим о предоперационной неодевантной химиотерапии, то в большей степени это само понятие и сама опция, она ассоциируется с выполнением именно органосохраняющих операций, достижением того желаемого косметического результата, который бы хотели и врач, и пациентка. И, в общем, следует считать, что если пациентке с установленным диагнозом рак молочной железы в плане комбинированного лечения все-таки показано проведение системной химиотерапии, и если, как я уже сказала, у хирурга и у пациентки есть желание сохранить молочную железу, то, конечно, целесообразно начать комбинированное лечение с проведения химиотерапии в неодевантном режиме. Но каждый раз, принимая такое ответственное клиническое решение, мы должны очень грамотно, аргументированно все взвешивать, провести тщательное клиническое обследование, конечно, соизмерить возможности выполнения вообще органов сохраняющего лечения. Это соотношение молочной железы, объем железы, размеры опухоли, очень четко визуализировать, потому что может речь идти, как мы знаем уже, и о мультицентричном, и о мультифуксином характере роста опухоли. Обязательно представлять биологические характеристики опухоли, поскольку это биологическое поведение дальнейшей опухоли, и только на основании всех этих параметров мы можем принимать адекватное решение. Но, тем не менее, основными показаниями к проведению предоперационной химиотерапии на сегодняшний день является распространенность процесса, заинтересованность региональных лимфоузлов, конечно же, это трижды негативный рак молочной железы, HER2-позитивный, люминальный B-тип молочной железы с определением обязательно пролиферативной активности более 20%, ну и люминальный A-это каждый раз вопрос большой, и оценка распространенности, и тех, кто имеет возможность проведения различных сигнатурных исследований для того, чтобы определить целесообразность. Если говорить о безопасности проведения неадювантной химиотерапии, то сегодня уже во многих докладах тоже звучало, проведено достаточно большое количество международных исследований рандомизированных, которые однозначно показали, что никакого, так сказать, риска в увеличении прогрессирования заболевания при проведении неадювантной химиотерапии нет. По сравнению с неадювантной, и вот в данном случае здесь проставлено на слайде результаты метаанализов, первичных результатов, и, в общем-то, эти же данные были уже давно подтверждены исследованием, обзорами Кахриновской лаборатории, которая говорила, что не ухудшаются результаты при проведении неадювантной химиотерапии, наоборот, только повышается частота выполнения органосохраняющих операций, и, в том числе, когда мы достигаем, конечно же, полной морфологической регрессии, она ассоциирована с лучшей выживаемостью, в том числе и безрецидивной, безметастатической. Ну и, в целом, вот эти все исследования, которые были проведены, они позволили ответить на ряд достаточно серьезных тактических вопросов, подтверждающих то, что предоперационная или неадювантная химиотерапия, она позволяет нам снизить распространенность процесса, в том числе и относительное поражение лимфатических узлов. Естественно, она позволяет нам при достижении позитивного результата увеличить количество выполняемых органосохраняющих операций. Конечно, при грамотном подходе она обеспечивает оптимальный местный контроль, я дальше попробую показать это, и при достижении полной морфологической регрессии однозначно улучшает показатели выживаемости. Но, как и любой метод, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы, и далеко не всегда мы можем по выполнению трепан-биопсии на дооперационном этапе отразить всю полноценную картину, представляющую морфологическое строение опухоли, поскольку мы хорошо знаем, что опухоль гетерогенна. В общем-то, не всегда по гистологическому ответу мы можем однозначно адекватно стадировать процесс. В этом отношении мы нередко можем потерять стадирование адекватное по Н, и какие-то полученные ответы после, гистологические заключения после уже выполнения оперативного вмешательства говорят нам о том, что мы не всегда можем в полной мере оценить эту распространенность. Ну и, конечно же, мультицентричный или мультифокусный рост. И, тем не менее, когда мы определяем факторы, которые все-таки следует учитывать при принятии решения в пользу проведения предоперационной химиотерапии с последующим органосохранным лечением, конечно, это должна быть обязательно детальная локорегиональная оценка заболевания при диагностике, никто это еще не устранял, хотя сегодня мы уже говорили о том, что нужно в большей степени ориентироваться на биологический потип, безусловно, это важно. Конечно, сегодня уже тоже звучало с этой трибуны то, что обязательно должен быть мультидисциплинарный подход к обсуждению этой проблемы, потому что нужно понимать, какой эффект мы ожидаем, тщательно рассматривать преимущества, потому что, конечно, полная морфологическая регрессия – это очень желаемый результат, но далеко не всегда мы это получаем. И, тем не менее, на сегодняшний день мы говорим о том, что остаточная или резидуальная опухоль, она нередко сопровождается, ассоциируется, наоборот, с ухудшением дальнейшего прогноза заболевания. Ну и, безусловно, каждый раз мы говорим о том, что перед пациентом мы обозначаем право выбора, в том числе наравне практически с нашим адекватным принятием решения. Ну вот это, наверное, демонстрация того, что, конечно, есть желаемое, действительно есть получение полной морфологической регрессии, есть ряд опухолей, которые не отвечают на проведение предоперационного лечения, но, в общем, порядка где-то 65-70% в большей степени имеют, если брать на круг, конечно, не при отдельных морфологических подтипа, все-таки имеют частичный ответ опухоли на предоперационную химиотерапию. И в этом случае опять стоит ряд тактических вопросов каждый раз. Как правильно оценить эффективность неодевантной химиотерапии? Как грамотно и правильно определить объем удаляемых тканей необходимый? Передо мной уже очень подробно Вячеслав Владимирович остановился на этом вопросе, поэтому я просто скажу, что, конечно же, нужно использовать все те методы, которые на сегодняшний день существуют в арсенале и доступны онкологам. И на сегодняшний день и старыми, и новыми исследованиями, то, что сейчас было продемонстрировано, показано, что самый примитивный клинический осмотр, тем не менее, он имеет свою чувствительность, специфичность, а, конечно, лучше сейчас использовать МРТ при возможности. Но, а то, что касается объема удаляемых тканей, конечно, здесь опять-таки стоит ряд тактических вопросов. Что рассматривать в качестве наиболее безопасного объема? Насколько высока вероятность наличия оставшихся опухолевых клеток? Каков должен быть запас оставляемых тканей? И в этом вопросе мы, конечно же, всегда ставим сами перед собой вопрос, какова должна быть адекватная тактика хирурга? Ну, безусловно, еще раз хочу повторить, что это должно быть непосредственно участие в планировании вот этого мультимодального подхода и определение предполагаемого объема оперативного лечения еще до того, как мы назначаем предоперационную неодевантную химиотерапию. Конечно, в случае, так сказать, ожидаемой эффективности мы должны подумать об установлении рентген-катарасной метки, поскольку это позволит лучшим образом осуществлять местный контроль и проводить эту манипуляцию, возможно, на разных этапах, начиная от выполнения биопсии до начала всего лечения или же даже на этапах, потому что мы уже можем оценивать эффективность в ходе. И был проведен ряд исследований, вот здесь одно из них представлено, которое показывает, что вовремя установленная маркировочная клипса она способствует увеличению безрецидивной выживаемости, поскольку мы очень грамотно, точно и правильно маркируем то место, которое должны потом иссякать. То, что касается оценки объема удаляемых тканей, то здесь тоже, так сказать, хорошо известные вещи, просто мы их не всегда, может быть, так точно учитываем. Очевидно же, что в зависимости от объема удаляемых тканей диаметра опухоли и, вернее, диаметр опухоли ассоциируется и с объемом удаляемых тканей. Вы видите, что если опухоль, допустим, 3 см в диаметре, то объем удаляемых тканей в пределах здоровых тканей составляет где-то 65 см кубических. По мере увеличения размеров опухоли, естественно, этот объем увеличивается. А вот проведение неодювантной химиотерапии, оно, конечно же, позволяет удалять максимум опухоли и минимум здоровой ткани, потому что способствует уменьшению первичного объема опухоли. Тем не менее, факторами риска для локорегионарных рецидивов при проведении органосохранной операции после предоперационной химиотерапии является, конечно же, исходно большой размер первичной опухоли, распространение процесса на регионарные лимфатические узлы, мультифокальный рост, потому что, так сказать, даже несмотря на все наше системное лечение, может быть прогрессия и наличие лимфоваскулярной инвазии. Но, конечно, наиболее такая опасная – это остаточная опухоль после неодювантной химиотерапии. И поэтому, наряду с клиническими параметрами, конечно же, мы очень тщательно должны обсуждать, оценивать и анализировать наступление морфологического ответа. Ну, в частности, на сегодняшний день, как уже многие говорили сегодня здесь выступающие, полная морфологическая регрессия является значимым прогностическим критерием. Это было доказано тоже при проведении достаточно серьезного количества исследований. И, в общем, показано, что каждые 10% прироста по общему количеству полных морфологических регрессий переходит в абсолютные 2,6% прироста трехлетней выживаемости. И вы видите, чем выше процент достижения полных морфологических регрессий, то, соответственно, и выше показатели пятилетней выживаемости. Это известный слайд, который приводит, до сих пор своих, так сказать, выступлений, профессор Хартабаги, который был показан, что, ну, здесь без относительного деления на молекулярный подтип опхоли, что именно достижение полной морфологической регрессии значимо улучшает показатели и безрецидивной, и общей выживаемости. И, тем не менее, на сегодняшний день современные подходы, они диктуют несколько другой уже, так сказать, оценку этой ситуации. И мы понимаем, что частота полных морфологических регрессий зависит, конечно же, от биологического подтипа опухоли. И вы видите, что минимальный он, этот процент при люминальном А, раке молочной железы, несколько выше при люминальном Б, и наиболее лучшие результаты получают при трижды негативном, ХЕР-2 позитивном раке. И поэтому мы однозначно на сегодняшний день говорим, что большую прогностическую значимость в отношении достижения полного морфологического эффекта имеет, мы имеем при рецепторах отрицательных опухолях или же опухолях с высоким уровнем пролиферативной активности. Но в данном случае, поскольку это ассоциировано и с выживаемостью, мы говорим о том, что если неадьювантная химиотерапия проводится в адекватном объеме, и все-таки пациентам, допустим, у тех же пациентов с трижды негативным раком, мы получаем эффект полной морфологической регрессии, то показатели их выживаемости практически идентичны тем, которые мы получаем у больных с более благоприятными молекулярными подтипами, люминальными. Но прогностическая ценность полной морфологической регрессии, она несколько разная в отношении, как я уже сказала, рецептора отрицательных и рецептора позитивных опухолей. Вот здесь представлены исследования, которые, так сказать, были приведены в исследовании ГЕПАР. Вы видите наибольшее различие все-таки при достижении полной морфологической регрессии в отношении лучших показателей продолжительности жизни, полученные у трижды негативного рака, HER2 позитивного, и несколько другая картина наблюдалась у больных с рецептор позитивными опухолями. Только в том случае, если пролиферативная активность была высокая, по тем временам это еще уровень оценки пролиферативной активности больше 13%, то и большие различия были получены. А вот в тех группах, которых тогда еще не использовался тростозумаб, то наиболее худшие результаты были получены при трижды в позитивном раке. Меньшее расхождение кривых, практически их никаких не было. Но надо сказать, что когда мы определяем морфологическую эффективность, то, конечно, нужно понимать уровень морфологического ответа достигаемого. И наиболее желаемый, это тогда, когда морфологи говорят нам об отсутствии опухоли, то есть Т0 и Н0, но допустимо оставление еще, так сказать, в препарате рака инситу. И тем не менее, мы должны понимать, что показатели выживаемости в зависимости от морфологических результатов, они несколько разнятся у больных в отношении первичной опухоли и у больных в отношении акселярных лимфатических узлов. И вы видите, что наличие остаточной опухоли в отношении первичной первичной остаточной опухоли, оно даже несколько более благоприятно, чем тот момент, когда мы не получаем достижения полного морфологического эффекта по акселярным лимфатическим узлам. Вы видите, что кривые расходятся очень и очень значимо. И совершенно очевидно, что при различных молекулярных подтипах, как я уже говорила, мы имеем и разную величину или разный процент достижения полных морфологических регрессий. Ну вот в прошлом году на конференции в Сан-Антонио впервые прозвучали такие результаты, что и достижение полной морфологической регрессии по лимфатическим путям тоже уже на сегодняшний день проведены ряд исследований, которые показывают, что они тоже зависят от молекулярного подтипа опухоли. Поэтому, когда мы планируем лечение и определяем такую опцию, необходимость такой опции, как предоперационная химотерапия, мы тоже должны, так сказать, это иметь в виду, ставя перед собой задачу получения адекватного результата. Ну и некоторые детали по морфологической картине все-таки хотелось бы уточнить. Сегодня уже тоже некоторый, так сказать, вопрос этого касался. Ни протоковые, ни дольковые карциномы ин-ситу на системную химотерапию не отвечают. И поэтому считается, что их устойчивость, вот такая к неодювантной химотерапии, она, в принципе, на сегодняшний день рассматривается с таких позиций, что она не имеет какого-то значимого прогностического толка. И наличие в ткани молочной железы фокусов или долькового или протокового рака ин-ситу, обнаруженных даже после выполнения операции, но в данном случае мы говорим об органах сохраняющих операций, они, в общем-то, могут не использоваться для оценки эффективности предоперационной системной химотерапии. Ну, а в целом, если мы говорим о риске прогрессирования рака молочной железы, и сегодня был достаточно такой интересный доклад доктора Тапузова, конечно, мы не должны даже при достижении полной морфологической регрессии отказываться от проведения неодювантной химиотерапии, поскольку это сопряжено с колоссально высоким риском прогрессирования рака молочной железы, и до настоящего момента все-таки такая опция, как послеоперационная лучевая терапия, она имеет место быть и наряду, так сказать, также с важным, ну, важной опцией для усиления местного эффекта. Противопоказанием для выполнения органно-сохранной операции после предоперационной неодювантной химиотерапии является то, что мы наблюдаем плохой эффект на предоперационное лечение, если все-таки остаточная опухоль превышает 5 сантиметров диаметра, сохраняется остаточное прорастание кожи, фиксация грудной стенки, определяется выраженный мультицентрический характер роста опухоли. Все эти моменты, они сопряжены, конечно же, с неблагоприятным исходом заболеваний. В данном случае наиболее адекватное решение, так сказать, изменить сторону выполнения радикального объема операции по типу мастектомии или без реконструкции по желанию пациента. И таким образом мы говорим на сегодняшний день, что неодювантная химиотерапия является оптимальной для больных раком молочной железы, которая в принципе является кандидатами для, по своему определению тактики лечения на системную химиотерапию. Если показания к системной терапии не определены, то, конечно же, более предпочтительное лечение начать с хирургического этапа лечения. Безусловно, предоперационная химиотерапия должна быть адаптирована к биологическому профилю первичной опухоли. И, конечно, на этапах лечения важна адекватная клиническая морфологическая оценка эффекта с позиции прогнозирования возможного исхода заболевания. Именно вот соблюдение последнего принципа и позволит не допустить такого выраженного прогрессирования, которое мы сегодня видели, вот как раз в докладе доктора Тапузова. Я благодарю вас за внимание. Спасибо.